Начнем мы с Леонида Владимировича Климова, Институт мозга и нейротехнологии, старший научный сотрудник, который расскажет про боль в спине у пожилых пациентов. Пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Спасибо за возможность поучаствовать в онлайн-конференции. Действительно, боль в спине у людей, у лиц любого возраста – это достаточно большая проблема. Дорсопатия остается вторым по чистоте, в амбулаторной практике, по обращаемости. И обычно эта проблема обусловлена дегенеративными заболеваниями позвоночника и диагностируется в течение жизни у более чем 80% населения планеты. И по данным разных авторов, с этой проблемой сталкивается практически каждый житель нашей планеты в старшем возрасте, но о статистике я скажу чуть позже. По большому счету, в настоящее время считается, что боль в спине – это одно из основных инвалидизирующих состояний среди пожилых людей в возрасте 60 лет и старше. При этом следует заметить, что лица пожилого возраста более склонны к развитию хронического болевого синдрома, учитывая связанные с их возрастом изменения физически, а также психосоциальные изменения, а также возможностью мониторинга их со стороны различных социальных служб. И эта проблема носит и общий характер, и сейчас она усилилась на фоне ковидной пандемии. Вот одни из данных авторов, которые отмечают, что до 70% лиц пожилого возраста испытывают боли в спине. При этом в 85% случаев эта боль носит неспецифический характер, то есть так называемая скелетно-мышечная боль. И вот обратите внимание на этот слайд. По данным авторов, которые проводили исследования, они показали, что хронизация болевого синдрома зависит от возраста. Так, в возрасте 65 лет хронизация болевого синдрома составляла 24%, а в возрасте 77 лет и старше состояло 58%. И это действительно является большой проблемой, потому что, несмотря на вот эту именно высокую распространенность болевого синдрома, обычно данные жалобы или данные состояния человека пожилого возраста игнорируются. Более 25% жителей домов престарелых с хронической болью не получали никакие анальгетики, по данным представленных авторов. И только 50% анальгетиков были прописаны в качестве постоянных предписаний субоптимальных, то есть пониженных дозок. То есть, по большому счету, полной терапии лица пожилого возраста не получали, что, в общем-то, не соответствовало гериатрическим клиническим рекомендациям. Что же являлось одним из основных факторов, спросите вы. А вот этот слайд иллюстрирует, что менее 50% врачей первичной медико-санитарной помощи были уверены в точности своей диагностики, причин хронической боли и вообще наличия этого состояния у лиц пожилого возраста. Что же способствует хронизации болевого синдрома у лиц пожилого возраста? Грубо говоря, эти состояния можно разделить на два таких больших фактора. Это немодифицируемые факторы риска, то есть те причины, которые мы не можем повлиять, не можем изменить. Куда относятся и возрастные изменения в обработке центральной нервной системы, как она обрабатывает вот эту болевую импульсацию. И наличие когнитивных нарушений, и пол. Было показано рядом исследований, что женщины более часто жалуются на боль в спине. И наследственно-конституциональные факторы, и та работа, которой раньше занимался человек. И связано это и с низким доходом, и низким уровнем образования, и семейным положением. А также к немодифицируемым факторам отнесли проблемы оценки состояния человека в настоящий момент времени. Туда вошли такие моменты, как субъективная оценка со стороны медицинского персонала, и вследствие наличия вышеописанных признаков, в частности, когнитивного уровня и низкого уровня развития, занижение информации о боли самими пациентами. Также на практике специалистами было отмечено, что среднемедицинский, в частности, персонал, не использовал наблюдательные шкалы болевого поведения для оценки невербальных пациентов, то есть тех пациентов на Западе, в частности, которые составляют основной контингент домов престарелых. И также не было проведено какой-либо оценки после проведенного хирургического или амбулаторного лечения. То есть, по большому счету, специалисты не имели обратной связи, как себя по-настоящему чувствует пациент. А вот вторая группа – это так называемые модифицируемые были выделены факторы риска, то есть те факторы, на которые мы с вами можем повлиять. И туда относится психологический дистресс, то, что можно курировать, и то, что выражено у лиц пожилого возраста, развивается тревога или депрессия. И физическая активность. Очень часто на практике, как выяснилось и у нас, и за рубежом, специалисты говорят пожилому человеку, вам нужно больше двигаться, вам нужно заниматься физкультурой, двигательной активностью. И, к сожалению, никто совершенно не уточняет, а как нужно двигаться, и сколько нужно двигаться, и вообще полезно ли движение. Так вот, было выяснено, что умеренное, то есть не менее 30 минут активности, средней интенсивности, 5 или более дней в неделю, или высокая активность, не меньше 20 минут высокой активности, 3 или более дней в неделю, являются факторами, которые провоцируют боль в спине. Поэтому, когда мы активируем пациента, пытаемся его направить вроде как на путь истины, нужно всегда уточнять, в какой степени нужно и чем нужно все-таки больше заниматься. Также, при этом все-таки гиповобильность является модифицируемой, тоже указанным фактором курения. Было показано, что у курильщиков может быть другое восприятие боли по сравнению с некурящим. Хотя, собственно, как таково влияние курения на восприятие боли остается под вопросом. К модифицируемым факторам также относятся социальная среда, собственно, сама самооценка здоровья тем или иным человеком, наличие сопутствующих заболеваний, это к вопросу о коморбидности состояния. В частности, рядом исследований было показано, что частота боли в спине, особенно боли в поясничном отделе позвоночника, на первом месте коморбидна с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Считается, там есть общие факторы, такие как гиподинамия и высокий вес. И падение. Также к модифицируемым факторам риска отнесли так называемое субдозирование анальгетиков, о котором я уже вам говорил выше, то есть тогда, когда препараты назначаются непостоянно, неконтролируемо, и доза носит не терапевтическую, не занимает терапевтическую нишу, и вроде как бы для чего-то должна помогать, для чего совершенно непонятно. Также не используется постоянный порядок приема анальгетиков, и опять же выбираются неэффективные консервативные методы терапии, о которых я скажу чуть ниже. Данный слайд иллюстрирует чистоту, с чем чаще всего действительно можно столкнуться на практике, что является как бы истинной причиной боли в спине у лиц пожилого возраста. Все-таки на первом месте это остается неспецифическая или так называемая механическая боль в спине, которая сопровождается миофасциальным болевым синдромом. На втором месте это радикулопатия. Ну и далее переломы позвонков, дегенеративный поясничный сколиоз, онкология, спинальная инфекция и заболевания внутренних органов. Коротко остановимся на неспецифической боли в пояснице, которая не имеет определенной патологии, может происходить, собственно говоря, из разных источников боли, может изменяться в зависимости от позы человека, в зависимости от активности и времени дня. Было показано, что дегенеративные изменения на МРТ, межпозвонковый диск, чаще встречаются с возрастом, но что интересно, они являются в меньшей степени причиной боли у лиц пожилого возраста. При этом боль в фасеточных суставах у пожилых людей может проявляться с болью в задней части бедра или без нее во время ходьбы, что часто специалисты путают на практике с радикулопатией. И различные факторы, такие как тревога, депрессия, которые очень часто сопровождают состояние человека в пожилом возрасте, могут изменять тяжесть заболевания и способствовать хронизации болевого синдрома. А вот радикулопатия по частоте, как я уже говорил, выше находится на втором месте и по большому счету зависит от уровня поражения. При этом наибольшее клиническое значение придается так называемым задним грыжевым выпячиваниям, которые часто воздействуют на нервно-сосудистые структуры. Собственно говоря, переходя к терапии, хочется сказать следующее, что выделяет два основных, продолжают направление терапии, боли в спине у лиц пожилого возраста, куда относятся консервативная терапия и хирургические методы лечения. В консервативную терапию на первых местах занимает фармтерапия, куда должны быть включены анальгетики и миорелаксанты, ортопедический режим и дальше уже физиотерапия, лечебная физкультура. И вот, уважаемые коллеги, хотел бы привлечь ваше внимание к данному слайду, который иллюстрирует европейские рекомендации по курации в боли в спине. И здесь вы видите, что показано, что анальгетики и миорелаксанты имеют как высокий уровень доказательства, так и рекомендованы к активному, соответственно, назначению на практике и в большей степени рекомендовано сочетание миорелаксанта и НПВП. При этом менее доказательные, например, формы терапии боли, как тракционная терапия, то, что она не рекомендуется, это имеет высокий уровень показать, поэтому лишний раз, собственно, человека с болью в спине, особенно лицо пожилого возраста, не следует направлять на недоказанные методы физической терапии. Что касается истерапии, то, естественно, нам важно не только воздействие активного анальгетика на болевой синдром, но и желательно, чтобы данный препарат достаточно активно участвовал в метаболизме гиалинового хряща, поскольку артрозные изменения достаточно часто встречаются у лиц пожилого возраста. И вот результаты исследования, которые показывают, что такие препараты, как ациклофенак, повышали синтез протогликанов и гиалуроновой кислоты при средне-тяжелом течении остеартроза. Поэтому вариант препарата Аертал, который показал свою высокую эффективность на плацебо-контролируемых исследованиях, причем проводилось как мультицентровое плацебо-контролируемое исследование с двойным слепым контролем, так и плацебо-контролируемое исследование с двойным слепым контролем проводилось в разное время и было показано достаточно его высокая эффективность. Поскольку я уже сказал о том, что специфическая боль в спине всегда сопровождается так называемыми мышечно-тоническими синдромами, то актуально и согласно тем европейским рекомендациям, которые я привел, это назначение миорелаксантов, которые активно используются в комплексном лечении. Достаточно большое количество препаратов в настоящее время представлено на нашем рынке и еще раз основной областью использованиях является терапия именно не специфической боли в спине, а не лечение, например, корешковых поражений, с чем часто можно столкнуться на практике. И вот эта сводная таблица по центральным миорелаксантам, которые назначаются обычно внутрь, и, например, на которой вы можете сравнить степень их эффективности и относительно недостатков. Так вы видите, что в плане недостатков препарат Мидокалм особенно их не имеет. Достаточно есть разные исследования, которые показали его эффективность при совместном применении с астероидными противовоспалительными средствами. Этот препарат достаточно удобен в назначении, имеется форма как таблетированная, так и инъекционная, и он воздействует на три уровня компонента. Он как уменьшает боль, нормализует, соответственно, тонус мышц, так и о чем часто забываются на практике, улучшает регионарный кровоток. И, собственно, все его спектры действия, они идут по двум направлениям. С одной стороны, он снижает поступление болевых импульсов в центральную нервную систему, с другой стороны, он воздействует как эмхолинолитик, что позволяет также снижать количество импульсов из триггерной точки, поступающих мышц, и все это способствует нормализации мышечного тонуса. И вот один из вариантов использования этот препарат, когда пытались оценить его эффективность использования на практике с точки зрения коррекции миофасциальных болевых синдромов. И была показана достаточно высокая эффективность этого препарата уже на 10-й день лечения, и более он был эффективен на 21-й день лечения по сравнению с плацебоэффектом. А, собственно, общее улучшение состояния у выбранной группы пациентов отмечалось уже через 6 дней. По результатам данного исследования можно было сказать, что назначение медокалом было более эффективно в сравнении с плацебоэффектом, и наибольший эффект достигался на 21-й день, и самые лучшие результаты были получены в группе пациентов до 60 лет жалобами, которые были меньше одного года. При этом данная группа пациентов, как сопутствующая, проводилась физиотерапия. А вот в рамках профилактики, возвращаясь к тем модифицируемым факторам риска, о которых мы с вами говорили выше, следует сказать, что наиболее эффективно по физической активности это ходьба в течение 30 минут 5 или более дней в неделю, и силовые упражнения в течение 2 или более дней в неделю доказано снижали риск возникновения боли в спине при корректировке на возраст и индекс массы тела. Также ряд исследований показали, что профилактика падения, они использовали варианты применения у данной группы пациентов китайской гимнастики, тазицуа, нюшу, они показали достаточно высокую эффективность, как профилактика падения у лиц старшего возраста, так и, соответственно, их уменьшилась обращаемость с болью в спине. Ну и, соответственно, по возможности коррекция тех когнитивных нарушений, если они сопутствующие выявляются, позволяли данной группе пациентов более объективно оценивать свое состояние и по возможности своевременно обращаться к врачу. Большое спасибо за ваше внимание. Если у вас есть вопросы, я готов на них ответить. Так, спасибо. Ну, некоторые вопросы есть, хотя у нас бывает и побольше, но в этот раз что-то немного. Так, вот. С сердечной недостаточностью... Что-что? С замок прервалось. А, Андрей мне говорит, что прервалось. Повторяю. Пожилому больному с сердечной недостаточностью, видимо, тяжелой хронической болезнью почек, меньше 30-ти, фильтрация. Противопоказано НПВС под вопросом. Если да, то чем же у такого больного снимать хроническую радикулопатию? Ну, вот, уважаемые коллеги, здесь такой вопрос интересный на самом деле. Потому что что значит хроническая радикулопатия? Хроническое поражение корешка? Я боюсь комментировать, я читаю, как есть. Ну, вот, потому что здесь нужно, согласитесь, договориться о понятиях, да? Хроническая радикулопатия достаточно, ну, такое странное понятие. То есть, если есть хроническое поражение корешка, возникает сразу несколько вопросов. Значит, что это за хроническое повреждение корешка? Значит, требуется консультация нейрохирурга, соответственно, с возможным назначением лечения. И что лежит в основе хронизации его болевого синдрома? Вполне возможно, что пропускаются какие-то другие процессы, да, к вопросу о коморбидности состояния пожилых лиц с болью в спине. Знаете, Леонид Владимирович, я думаю, что это не так глубоко вопрос задан, просто люди произносят, бросаются ими, а дальше как хошь, так и выплывай. Ну вот. Понимаете, я-то с ужасом всё это слушаю, потому что моя мама когда-то, в 60-е годы, писала диссертацию кандидатскую по, собственно говоря, корешковому синдрому. Поэтому для меня это мускулис лонгитиденалис пастериор я знал ещё до того, как поступил в институт, и был страшно удивлён, что я это знаю. Поэтому, конечно, хронический радикулит там или радикулопатия, ну даже тогда звучало диковато, а вот сейчас как-то, ну слушайте, давайте мы как-то более, ну всё-таки термины подбирать по-человечески. Длительность применения НПВС у пожилых при длительном болевом синдроме, просто вот и до. Длительность, ну смотрите, согласно тем гериатрическим рекомендациям, о которых я сегодня упомянул, бытовым языком выражаясь, можно применять достаточно долго, должна быть оптимальная доза у того или иного человека. То есть, и плюс ко всему курация сопутствующих состояний. Ну, то есть, пожилой возраст же не является противопоказанием НПВС. Просто надо мозги включать и смотреть, как и что. Значит, и вот ещё повторяется вопрос, вот касается только взрослых пожилых людей, а что порекомендуете молодым? Я не очень понял, что в чём тут противопоставление. Ну, ответьте, попробуйте. Это касается взрослых пожилых людей, а молодым что порекомендуете? Молодым? Ну, такой казуистический немножко вопрос. Как пожилым, так и молодым актуальная чёткая диагностика, в первую очередь, и коррекция того состояния, собственно говоря, что вызвала их болевой синдром. И это вне зависимости от возраста. Проблема, о чём я пытался, главный месседж там, да, доклада, был в том, что очень часто игнорируются сопутствующие проблемы у лиц пожилого возраста в силу их, в частности, социальных условий, в силу их когнитивного статуса. И это очень редко оценивается со стороны медицинского персонала, который обычно концентрируется на терапии, в лучшем случае основного заболевания, например, сердечно-сосудистых систем, да, мы концентрируемся на кардиологии, совершенно не спрашиваем его о том, что есть ли у него боли в спине или нет, и нуждается ли он в какой-то дополнительной терапии или нет. Совершенно понятно то, с чего сегодня вы начали конференцию, да, что вопрос о доступности современной медицины, и мы имеем минимум-миниморумы с того времени, которое мы можем уделить до пациента. Но если эта возможность всё-таки есть, этим нужно пользоваться. Как долго и в какой оптимальной дозе применять медокамин? Если это неспецифическая боль в спине, да, то мы можем применять, обычно это купируется, 7-10 дней. Если мы можем тетровать в плане медокалмодозу, то по разным исследованиям можно использовать до месяца точно. Спасибо. Вот ещё у меня такой вопрос. Как вы относитесь к тому, чтобы греть поясницу? Всякими шарфами и прочими, да? Собачьей шерстью. Собачьей шерстью, верблюжьей шерстью. Мы всё это, извините, носили. Но я к этому не отношусь. Вы не относитесь? Ну, это, если можно сказать, такая рефлекторная терапия за счёт особенностей собачьей шерсти. Может быть, местное рефлекторное, скажем так, воздействие, которое улучшает регионарный кровоток, если пофантазируем. Это, что собачья шерсть хуже, чем верблюжьи. Я чувствую. Да. Мы далеко продвинулись в этом вопросе. Скажите, пожалуйста, обратная ситуация. Американцы советуют класть мешок со льдом на поясницу? Это большой привет к рефлекторной терапии. Ну, как хотите. Но, опять же, если это пофантазировать на тему острого периода миофасциального болевого синдрома, когда в течение 3-5 дней по ряду рекомендаций рекомендуется местные анальгетические мази, можно охлаждать, а после, соответственно, 5 дней физиотерапевта рекомендует какие-то согревающие процедуры. Ну, вот так. Ну, у нас, к сожалению, холод не в почете. Да, не в почете. Американцы очень его любят, потому что я, например, всем очень рекомендую при ангине, знаете, какое лекарство используется? Нет? Называется Coca-Cola со льдом. Значит, наливаете с Coca-Cola, наполняете стакан льдом и наливаете Coca-Cola. Потом большими глотками выпиваете. Значит, я при этом всем, когда мне говорят, делают глаза большие, я напоминаю, что Coca-Cola зарегистрирована в ДИИ как лекарственное средство. Да. И во всех рекомендациях американских вы найдете эту технологию. Они реально ее рекомендуют. Она реально помогает. Мы-то все время теплой водой полощем. А на самом деле талое мороженое, холодная вода, Coca-Cola со льдом при ангине помогает. Поэтому я бы оставил этот вопрос сегодня открытым про лед на поясницу. Потому что представить себе, вот лично я, я бы не смог положить. Хотя, хотя может быть. Потому что очень много всяких кривовоздействий действительно оказывает положительное. влияние. Так, синдром грушевидной мышцы может дать радикулопатию. Ну можно, я не буду это комментировать. Понял, проехали. Ну потому что, ну зачем, ну коллеги, вы путаете теплое с мягким. И с кислым еще заодно. Да, спасибо. Дальше у нас идет прокислое. Тепло помогает расслабить мышцы, боль снимается. Ну вот и так, и не так. Да. Но опять же, какая боль, от чего эта боль. Если мы говорим, мне официально болевой синдром, там, ну какой-то там, я не знаю, ну коллеги, давайте будем все-таки предметными. Да, то есть. Ну все на себя примеряют. Да, да, ну можно пользоваться горчичностью. У меня все значит, что такое. Так, ваше отношение к пластырю нано-пласт. У нас не нано, вызывает сомнения, все остальное хорошо. Да, нет у меня никакого к нему отношения. Я не рекомендую, сам не использую. Осложнение кока-колы, разрыва пищевода. Это называется куда-то там, офф-топ, да? А? С Ментосом. С Ментосом, да? Ну слушайте, ну я не слышал про то, чтобы кока-кола вызывал разрыв пищевода. Я вас уверяю, первый же разрыв, это был бы скандал международного уровня. И выплачены миллиарды долларов и так далее, и так далее. Ну что мы, если туда что-нибудь добавили, вот такого взрывоопасного, может быть. Но так, в общем, кока-кол абсолютно безопасно, никаких не вызывает сомнений. Ну мы вообще-то говоря сейчас про спину, а не про горло. Хорошо, значит, что я хочу сказать. Мы вот сейчас все раздумаем, как нам расширить деятельность нашего вот этого медицинского бюро, который мы запустили по ковиду, где мы сейчас уже пролечили больше 300 человек. И в частности обсуждаем вопрос того, что боли в спине – это тоже тема для ответственного самолечения. Потому что, ну сделать МРТ, ну сделали МРТ, дальше все равно надо приходить, показывать, рассказывать, говорить с пациентом. Может быть, вот одна из тем, которую мы обсуждаем сейчас по увеличению, так сказать, наших нозологических форм – это как раз вот боли в спине. Мне кажется, что это такая широкая тема и такая частая. И с другой стороны, настолько к ней готово, мало готово медицинское сообщество, что мне представляется, это будет очень актуально. Поэтому я с большой благодарностью сегодня выслушал ваш доклад, еще с большей благодарностью выслушал ваши ответы. Вот подоспел лечением болезни в спине при ковиде. Ну давайте мы это оставим напоследок, когда мы будем разбирать больного, я запомню этот вопрос и расскажу, может быть, то, что мы сегодня уже знаем. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.